Очень приятно быть сегодня мне у вас, дорогие ребята. Студенческое богослужение – это особое благословение, я думаю, что вы со мной согласитесь, это особое преимущество. Хочу сказать, что любовь, о которой пели прежде девушки, это особая потребность человеческой души. Каждый из нас, он ищет любовь, правда же? И любовь облагораживает, любовь делает человека возвышенным, глубоким, насыщенным. Любовь дает человеку самореализоваться, любовь делает человеку возможным быть принятым, понятым, и даже если не до конца все можно увидеть, но любовь все-таки, она делает свое дело. И вот это касается и молодых людей, и людей постарше. Все мы хотим, чтобы нас любили. Совершенно правильно. Все мы хотим, чтобы нас любили. Вот потому Библия говорит, что Бог в целом, самая главная характеристика, самая главная черта характера нашего Бога – это что? Бог есть любовь. Любовь – это совокупность совершенства, к ней мы идем, о ней мы поем, о ней мечтаем, и этому учимся. Хотелось бы, чтобы сегодня мы с вами тоже в контексте, в размышлении, могли бы поразмышлять о тех преимуществах, которые дает нам Господь. Я думаю, что каждый из нас, он, будучи молодым человеком, имеет цель в жизни, имеет определенные стремления, направление жизни. И в этих стремлениях мы хотим, чтобы были, ну, определенные ориентиры, как прийти к цели намеченной. Правда же? Вот смотрите, есть выражение – мечта и реальность. Слышали? А как мечта и реальность, они вместе ходят? Или порознь? Они всегда идут вместе. Мечта и реальность – они всегда две сестры. Люди, которые мечтают, приходят к реальности. Люди, которые не мечтают, к реальности не приходят. Поэтому, чтобы прийти к реальности, нужно мечтать. Поэтому сегодня мы с вами, друзья, поговорим как раз-таки об этих категориях. Бог всегда нам дает возможность, открывает определенные возможности. Поэтому тему нашу я назвал таким образом. У вас есть шанс. Или у нас есть шанс. Австралия, 1983 год. Возможно, слышали в эту интересную историю. В 1983 году правительство Австралии приняло решение о том, что каким-то образом нужно привлечь внимание к этому континенту мировой общественности. Поэтому было организовано состязание мирового уровня, на куда были приглашены легкие атлеты разного класса, специалисты своего дела. И вот таким образом вся мировая общественность смотрела за тем, как будут происходить там соревнования. Между городом Сидней и Мельбурн в расстоянии 875 километров. И вот стайры, приехав туда, должны были пробежать это расстояние за определенное количество времени. Предполагалось, что пять дней будет длиться забег. Пять дней. Очень долго с одной стороны, но с другой стороны очень интересно. Когда все соревнования были организованы, и эти соревнования уже должны были начаться, на беговую дорожку пришел один старший человек. Мужчина старшего возраста. Все посмотрели, внешний вид его был вообще не спортивный. Клеш, какие-то брюки, какая-то майка на нем такая вообще не спортивная. И он заявил, что я хочу участвовать в соревнованиях. Ему спросили организаторы, у вас есть спонсор, потому что по условиях забега у человека должен быть спонсор. Он говорит, нет, у меня спонсора нет. Тогда его поставили в сторону, но через время он вернулся, говорит, моя ферма будет моим спонсором. Оказывается, он всю жизнь был пастухом, и после смерти отца ферма стала его владением, и она выступила в роли спонсора. Он встал на беговую дорожку, у него определенный номер, и вот все побежали. Когда побежали, целый день по условиях забега они должны были бежать. Восемнадцать часов. И шесть часов они должны отдыхать. Ну, как мы говорим, спать. Во время забега они минимально принимали пищу. Это было в условиях бега или легкой ходьбы. Ну, для того, чтобы не отстать от дистанции, которую уже некоторые набрали очень хорошо. Когда журналисты в конце дня увидели, что спортсмены, стайеры, специалисты мирового уровня, вырвавшиеся вперед, ложились отдыхать, и они вдруг вспомнили, а что же этот человек? Имя было его Клифф Янг. И когда вернулись к нему, обнаружили, что он где-то там на старте еще где-то бежит. Его бег был очень интересный. Он бежал то прямо, то спиной, то где-то боком, то подпрыгивал, то шел, переваливаясь. В общем, такой стиль бега очень интересный. И кто не понимал, что происходит, журналисты к нему подбежали и говорят, хотим взять интернет. Скажите, уважаемый, вот день подошел к закату, вы безнадежно отстали. Есть ли смысл бежать? Надо отдыхать. Он говорит, вы знаете, я не знаю, есть ли смысл или нет, но я бежать буду. Но вы должны отдыхать, как и все. Он говорит, нет, я отдыхать не буду, мне нужно бежать, мне некогда отдыхать. Закончился первая ночь, и журналисты обнаружили, что Клифф Янг не ложился спать. Он вообще не отдыхал. После этого журналисты обратили внимание на бегунов, которые поснулись и снова побежали. Время пошло, бег идет, все идет вперед, и вдруг второй день заканчивается. Они снова обращают внимание на Клиффа Янга, спрашивают, вы должны отдыхать, вы когда будете уже отдыхать? Два дня, вы старший человек, вам, как оказалось, ему был 61 год. Вам 61 год, сердце ваше не выдержит. Вы что, не кушая? Он пил только воду, ничего не кушая. Когда он сказал, что я отдыхать не буду, это все поразило журналистов. Как это вы не будете отдыхать? Он говорит, мне некогда отдыхать, я должен бежать. Так, третий день, так, четвертый день, и вот на рассвете пятого дня, на рассвете пятого дня, когда все спортсмены проснулись, Клифф Янг был далеко впереди от всех спортсменов. Все безнадежно отстали от него. Клифф Янг пробежал путь в расстоянии 875 километров за пять дней, 15 часов и 4 минуты. Установил мировой рекорд. Он на 16 часов опередил спортсменов мирового класса, мирового уровня. Когда его начали подбрасывать вверх, качать и кричать «Ура!», он стал сразу национальным героем в таком возрасте победить забег. Его спрашивали, что дало вам силу? Как вам удалось победить в этом забеге, в этом состязании? Он говорит, я пастух. Всю жизнь я работал пастухом. Всю жизнь я пасу овечек на ферме моего отца. Ну, сейчас, когда не стал отца год назад, я являюсь владельцем этой фермы. Ну, в принципе, я остаюсь пастухом. Поэтому, когда моя овца где-то там пропадала, я по нескольку дней бегал за ней и искал ее. А когда находил, радовался, брал ее на руки и нес к себе в загод. Так было не один раз и не два, но постоянно отыскивал этих овечек. Поэтому, когда я стал на беговую дорожку, я не думал о победе. Я думал о моих овечках, которые где-то там заблудились. И я просто должен их был найти. И когда я бежал день, два, три, не принимая пищу, пил только воду, я думал не о том, как прийти первым к финишу. Я должен спасти моих овец. Потом организаторы сообщили о том, что ему причитается 10 тысяч долларов за победу. Он говорит, мне никакие деньги не нужны. Я бежал не за это. Поэтому между пятью участников, пришедшим за ним, он разделил по две тысячи долларов в 1983 году. Все просто взорвались радостью и удивились этому человеку, который был не просто интересным человеком, но еще очень благородным человеком. Став национальным героем и символом Австралии на многие годы. Он умер в 2003 году в возрасте одного, 81 года. И всю свою жизнь, все свое стремление, всю свою энергию он использовал как раз-таки для того, чтобы идти к цели, достигая ее. У нас, ребята, в жизни есть много-много огромных преимуществ. Вы молоды, и в нашей жизни, открывая эти преимущества, они могут привести к определенным победам или служить каким-то поражениям. И хотел бы, чтобы мы сегодня могли рассмотреть одну историю. И в этой истории увидеть для себя некоторые уроки, которые так важны для нашей духовной жизни. У каждого из нас есть шанс. Какой? Давайте мы откроем книгу «Исход», кто готов открыть вторую главу, и прочитаем из священной книги, о чем говорит эта история. Вторая глава с первого текста рассказывает нам о том, как жили, поживали родители известного библейского героя, о которых мы слышим постоянно в проповеди. Имя ему Моисей. Но не о Моисее сегодня мы будем говорить, а о его родителях как раз-таки, чтобы увидеть, как в его жизни шансы, данные Богом, были реализованы. Некто из колена Левия пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачела и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца. Но не могла вдолье скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом, и смолою, положив в нее младенца, поставила тростники у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараона на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзину среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла ее, увидела младенца, его дитя плачет, и сжалилась над ним, и сказала, это из еврейских детей. И сказала сестра ее дочери фараоновой, не сходит ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебя младенца? Дочь фараона сказала ей, сходи. Девица пошла и позвала мать младенца. Дочь фараона сказала ей, возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и не ракла имя ему Моисей, потому что, говорила она, из воды вынула его. Интересная история, известная история. Но попробуем в этой истории мы найти некоторые духовные важные уроки. И так у каждого из нас есть определенный шанс. Но для того, чтобы мы могли понять духовный урок, я хотел бы, чтобы мы могли послушать выражения, высказывания, афоризмы очень известных людей, которые наведут нас на определенные мысли в том, какой же все-таки Господь дает каждому из нас шанс. Послушайте. Мы можем не согласиться с этим высказыванием, но все-таки мы подумаем. Каждое утро в нашей жизни маленький шанс быть счастливым сегодня. Просроченные шансы обмену не подлежат. Шанс очень легко продать или купить, но очень непросто использовать. Каждому дан шанс не быть собой. Ты всегда стоишь перед выбором быть собой или быть лучше. Жизнь дарит море шанса, но нам часто лень плавать. Умей давать людям второй шанс, ведь когда-нибудь он и тебе понадобится. Не теряй ни единого шанса любить. Если вам дают второй шанс, берите, не раздумывая. Удача – это постоянная возможность использовать шанс. Нет ничего хуже, чем упустить шанс, который мог бы изменить твою жизнь. Шанс не кричит о себе, он всегда рядом и тихонько ждет, чтобы ты его заметил. И последнее. Шансы на успех обычно приходят облаченными в рабочую одежду. Итак, первый урок. Обычная история. История, которую мы с вами прочитали, говорит о том, что у обычных людей не с коленой левия, заметьте, не написано, как их зовут, имен нет, у них рождается ребенок. И когда родился ребенок, то нельзя было ничего сделать, кроме одного. Нужно было скрывать дитя, чтобы с ним не случилось того, что с другими случалось в то время. Ведь фараон дал повеление о том, чтобы детей бросали в реку Нил. В этот момент мы находим очень важное заключение для себя. Урок номер один. Для осуществления задуманного у Бога всегда есть посвященные люди. Смотрите, Амрам и Ахаведа. Мы потом в шестой главе найдем, как их зовут. Родив Моисея, могли этого и не делать бы. Они могли бы объяснить так, Господи, а что ты от нас требуешь? Ведь если мы родим ребенка, то он погибнет. А если погибнет, это стресс, это нервы, это проблемы, то есть лучший вариант это не рождать детей. Ведь в принципе, а как можно еще поступить в данной ситуации? Они могли бы оправдывать по-другому всякое дело. Они могли как-то действовать как угодно. Но простые, обычные люди стали очень посвященными. Они сделали работу Божьему, поэтому Господь видел то, что они могут сделать. И говорит, возьмите и сделайте. Для осуществления задуманного у Бога всегда есть посвященные люди. Я вчера слышал выступление на форуме семьи одного норвежца, он говорил интересные вещи, он член парламента, очень хорошие, глубокие вещи. Он говорит, я подумал. Слова Елены Вайетт исполняются. У Бога везде есть люди, свои люди, которые сделают работу Божью так, как Богу нужно. Мы тоже можем стать этими простыми, но посвященными людьми. Почему-то так принято считать, что да, это великий Моисей, это великий Авраам, это великие патриархи, великие люди. Но вспомните, кем были эти люди. А даже апостолы Иисуса Христа, это простые рыбаки. И часто не ученые, когда мы там читаем у Марка, как характеризуется, кто такие ученики, там греческое слово такое, я не буду для молодежи его говорить, но очень такое интересное, смешное. То есть на них смотрели, как людей не от мира сего, как людей не образованных, которые взялись не за свое дело. Но не в образованности сила, хотя учиться важно и нужно, сила в духовной жизни в отношениях с Богом. Понимаете? Посвященные люди в отношениях с Богом могут сделать многое. Так было в жизни Иосифа и Марии. Кто такие Иосиф и Мария? Простейшие люди. Кто такая Мария, если бы Господь не избрал ее для особой роли стать матерью спасителя. Вы понимаете? Она была простой девушкой. Казалось бы, она не была членом парламента, педняминистром, не была президентом страны. Она была простой, бакобоязненной, скромной девушкой, которая, любя Бога, хотела угождать Ему, великому Богу, и Бог сделал из нее величайшего человека. Точно так же и другие люди. Посвященные – это те, которые всецело, отдавшись Божьей руке, ожидают от Него Его руководства. И так у нас есть шанс стать этими посвященными людьми, потому что для осуществления задуманного у Бога всегда есть такие люди. Урок второй. Он находится, друзья, чуть ниже, когда Авраам и Ахаведа, они скрывали ребенка. Вдруг настает момент, что делать дальше? Как поступать дальше? Что с этим должно произойти? Урок второй гласит так. Посвященные люди – очень смелые люди, хотя им бывает страшно. Было страшно ли Авраам и Ахаведе хранить ребенка? Ну, пока маленький еще кричит, ладно, там как-то там по девичьи покричит, как девочки плачут, может быть, мы же не слышали. Ну, как-то так все-таки легче. Но ребенок подрастает все больше и больше, и уже какой-то там голосок прорезался совсем другой. Но днем еще полбеды. Все шумят в селении, хотя от фараона шпионы ходят по селению. А ночью? Ночью как укрыться от крика младенца? Ведь придут и проверят, мальчик или девочка. Потому что если мальчик нужно так поступить, если девочка, то иначе. И вот представьте, родители приходят в состояние переживания. Посвященные люди, очень смелые люди, хотя им бывает страшно. Иногда мы слышим, страх – это признак того, что ты Богу не доверяешь. Страх – это реакция организма. Страх всегда нам страшно бывает, когда какие-то кризисные ситуации входят в нашу жизнь. Но, когда нам страшно, очень важно, чтобы в этот момент мы могли довериться Господу. Смотрите, как Исфирь. Исфирь говорит, пусть все молятся, и я тоже буду молиться, и буду поститься. А через три дня пойду. Хотя, говорит, в книгах не записано, что кто-то дерзнул пойти при лице царя, остался жив. Всех казнили бы. И она говорит, ну, в принципе, а мне-то шанса же как бы есть, в принципе, ну, выбора нет. Мардахе говорит, у тебя все получится. Обязательно получится. И вот через три дня она идет при лице царя. И что? И в книгу записи внесли, что она осталась жива, Бог через нее сделал великую работу. Когда в страхе мы упываем на Бога, Господь ведет нас дальше. Гедеон. Гедеон, в книге Судей, седьмая глава. Господь видел его сердце, когда ему было тоже не по себе. Ну, как прямо скажу, страшно. Бог говорит, если тебе вдруг страшно, так Бог наш толерантно, так очень красиво говорит, возьми с собой фуру, слугу своего, и пойдите с ним. И вот Гедеон, история говорит, берет фуру, и идут они в стан неприятеля, и Бог показывает сон. И они побеждают. Посвященные люди, очень смелые люди, хотя им бывает страшно. Урок третий. Он находится в третьем стихе. Но не могли доли скрывать его. Взяла корзинку из тростника и смолила ее асфальтом и смолой. Нельзя было больше скрывать. Все, критическая масса. Последняя точка. Как поступить? Что сделать? Единственный выход. Отдать на волю случая, как мы говорим. Или так, на волю судьбы, или в руки Божьей отдать. И вот мама решает радикально этот проблем. Посвященные люди уроки говорят. Урок говорит, переживает отчаяние. Но отчаяние в надежде. Когда мы доходим до состояния отчаяния в ситуации, которую мы изменить не можем, и сделать ничего не можем, и никто помочь не может, в этот момент включается аппарат. Или доверие Богу, или недоверие Богу. Когда мы перестаем доверять Богу, мы проигрываем всегда. Когда мы продолжаем доверять Богу, в момент, когда мы идем вслепую, не зная, чем это все закончится, Бог всегда выигрывает. Не мы выигрываем. Бог всегда выигрывает в нашу пользу, в нашей жизни. Понимаете? Когда мы отдаемся в руки Божьи, в отчаяние, вместо того, чтобы впасть в какие-то человеческие решения, проблем, мы даем возможность Богу действовать спасительно, облагораживающе, всячески в нашей жизни, для того, чтобы мы могли прославить Его имя, зная, что Он никогда не подведет. Смотрите, Иаков. Вспоминая историю Иакова, мы помним, как этот человек в своей жизни действовал. Пошел в дом брата-матери. Там он по-человечески все как-то строил, устраивал, пробовал. То прутья положит, то как-то по-другому он действует, то еще какие-то методы. И вот в конечном итоге он выходит из дома Лавана. После 20 лет уже не в моготу было оставаться там. У него уже большое имение. У него уже, ну, все вроде бы хорошо в жизни устроилось. Но навстречу вдруг он узнает, идет его брат. И у него триста воинов, Библия говорит. Брат идет, родной, и триста воинов. А почему триста воинов? А тот, когда еще убегал многие годы назад, пообещал, брат, что жизни лишишься ты за то, что сделал подобное. Помните, что он сделал? Первородство, конечно же. Обман, конечно же. И вот когда Иаков вдруг приходит у потока и его к отчаянию, он понимает, что все перед этим. То дары пошлет брату своему, то еще что-то, то отряд разделит на несколько. Ну, эти погибнут, эти останутся жить. Как-то по-человечески решал проблемы. Но вдруг у потока ему открывается, погибнут все. И он тоже. То есть триста воинам, вы понимаете, это же не двадцать. Сколько надо воинов, чтобы мирных жителей, ну, как бы, их не стало? Конечно, мало. И вот вдруг он в схватке с Богом понимает, что или Господь победит в его жизни, у него оказался шанс отдать все руки Божьи. И вот он в смирении сердца, поврежденным бедром, идет навстречу брату, пережив момент вот этого единения с Богом. Пережив отчаяние, он вдруг разрешил ему, позволил ему действовать могущественно. И как результат. Исав, расплакавшись, принял брата своего, простил его и позволил, чтобы все остались жить. Посвященный Людой переживает отчаяние, но отчаяние в надежде. Однажды, возможно, вы слышали подобные выражения, я слышал, не один раз это выражение. Оно всегда ободряет. У тебя обязательно получится, может быть, и не в этот раз. У тебя обязательно получится. Ты сможешь, Давид. История Давида точно так же говорит, что когда Авесолом восстал, ничего сделать было нельзя. И самое лучшее, что проявил Давид, это богоподобный характер. Он оставил Иерусалим, чтобы не пострадали мирные жители. Он решил уйти за поток, шел босой и плакал. Но Господь видел его раскаяние и смирение, помог ему. Все обернулось таким образом, что по человеческим меркам это невозможно. Невозможно. Но Бог обратил проклятие на голову оставших против Давида. четвертый урок, который мы находим в этой истории. Четвертый урок говорит следующее. Шестой стих мы прочитаем. Открыла и увидела младенца. Все сделала мама, положила. И когда увидела, она узнала из еврейских детей. Ну, разные есть мнения, как узнала. Наверное, богослово понимает, как это все произошло. Вопрос не в этом. Вопрос в другом. Она точно знала, что это еврейский ребенок. Если еврейский ребенок, то автоматически какое должно быть отношение у египтянки, тем более у дочери фараона, к этому детяти. Какое? Понятно. Отдать в руки правосудие, скажем так. А кто дарит человеку любовь? Бог. Все банально, просто. Приходит женщина, открывает корзинку, Бог касается сердца, а она говорит, умру, но ребенка не отдам. Мое дитя. Все. Все. Точка. Даже несомненно. Мое дитя. Написано, сжалилось над ним. Вы представляете? Может быть, даже и папа не знал, что за ребенок. Мы не знаем всего. Но то, что Бог сделал чудо сердцем этой женщины, это факт. Она говорит, будет не сыном. Урок следующий, четвертый, гласит так. Бог сам готовит почву для успешного исхода дела. Страница Иране. Первая глава. Мы читаем о повелении фараона. Интересный факт. Фараон говорит, всякого мальчика вот нужно было выявлять и бросать в реку. И Господь касается сердца повивальных бабок. Эти женщины начинают вдруг фараону рассказывать сказки. Какие сказки? Вот смотрите, как они начинают рассказывать ему. И сказал он, 16 текст, когда вы будете повивать евревянок, то наблюдай при родах, наблюдайте при родах. Если будет сын, то умиршляйте его. А если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский. Оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых. Повивальные бабки сказали фараону, еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он, Бог, устроял их дома. Все банально просто. Даже языческие люди были, ну люди, которые не знали Бога, использованы им, Богом были для того, чтобы совершить дело Божье. У Бога всегда есть подготовленная почва. Он сам готовит почву до успешного исхода дела. Даже если кажется, что стена непонимания, невозможно протиснуться, но Бог знает, как сделать так, чтобы стена рухнула. Я десятки раз переживал моменты в своей жизни, когда благодаря молитве, простой молитве, смиренной молитве, Бог выстраивал человеческие отношения. Это является самым непостижимым чудом, когда Бог выстраивает разрушенные отношения, которые уже полностью уничтожены. Но вот они вдруг оживляются, оживают и истают жить. И вдруг они, преображаясь в новой силе, как ростоки сухой земли, Бог сам готовит почву. У нас всегда есть шанс пустить Бога для того, что Он начал действовать могущественно в жизни нашей. Следующий урок. Следующий урок мы находим в 9 стихе. Когда дочь фараона взяла младенца, она говорит, что мне с этим делать? Ну, наверное, надо найти кормилицу, потому что дитя как-то должно жить, и она не могла кормить. Поэтому она вдруг находит через Мариам кормилицу. Представляете? А кто была кормилица? Собственная мать. Да еще и за деньги. Она говорит, я тебе хорошенько заплачу, уважаемая. Ну ты вскорми ребенка. Этот урок гласит так. Шанс, полученный от Бога, имеет срок годности. Весница Божия говорит так. Шансы, которые Бог дает нам в жизни, упущены один раз, никогда не вернутся в нашу жизнь более. Бог дает один раз в жизни шанс быть молодым. Но в вечности будем все молоды, это понятно. Бог открывает возможность для человека, чтобы он мог многое сделать, но если ты упустишь, да, у Бога есть второе благословение, согласен. Да, он даст другой шанс, но он уже никогда не станет первым. Помните, когда отец, Исау плачет, говорит, отец, ну какое-то благословение же у тебя осталось, дай мне его, он говорит, сынок, есть, но второе. Первого уже нет, уже закончилось, есть только второе. Бог дает нам возможности, открывает преимущества, и шансы, которые мы не используем, никогда более к нам не вернутся. Вот почему так важно быть внимательными голосу Святого Духа, чтобы использовать то, что есть. На примере Мариаме это видно так. Насколько лет Бог дал сына обратно в семью? 12 лет. И она понимала, что от того, как она его воспитает, это будет или в жизнь, или в смерть, или он станет фараоном, или будет другим человеком, скажем так. Кем это, потом поймем. И вот она сделала все возможное, Вестница Божья говорит, она приложила все старания, она становилась с ним на колени, как мама, обнимая и лелея сына, давая любовь Божью, так, как никто другой дать не мог. И вот это богобоязненной матери передалось Моисею, и когда он вырос, то он отказался. Он говорит, я лучше буду страдать с народом Божьим. Я не буду так, как все остальные. Он отказался. Сегодня нет гробницы фараона. Поэтому последний урок говорит так, использованный шанс у Бога имеет вечные последствия. Каждый раз, когда мы слышим голос Божий и внимаем глазу этому, когда мы понимаем, что это возможность, которую Бог дает сегодня, сейчас, для меня, именно для меня, я должен стать в проломе стены. Я могу быть взятым Богом в руки для того, чтобы исполнить работу Его для славы Его Святого Имени. каждый день в нашу жизнь ходят масса шансов от Бога для того, чтобы жизнь духовная наша, она была преображенной, глубокой, посвященной, и чтобы мы могли что-то переживать больше и глубже. В заключении хочу рассказать историю о Наполеоне. Наполеон Бонапарт после поражения был сослан на остров Святой Елены. Там, на острове, долгое время он колотал дни, находясь в заточении, и чтобы ему было как-то полегче, однажды один кто-то из его окружения дальнего вдруг прислал, подарил ему шахматы. Охрана, когда посмотрела, ничего не обнаружила, поэтому долгое время Наполеон Бонапарт пользовался этим изделием. Но через время, когда за огромную сумму на акционе были проданы эти шахматы, владелец раритета обнаружил, что в одной из фигурок слона, она разъемная, раскручивается. И когда раскрутил эту фигурочку, достал оттуда бумажечку. И, ну, очевидно, что фараон не знал, что там была бумага. На этой бумаге был нарисован план побега из острова Святой Елены. Очевидно, что сам Бонапарт так и не воспользовался тем шансом, которым ему предложили. Так и умол на острове в заключении в рабстве. Библия дала нам свободу. Живите в свободе, данной Христом, потому что эта свобода вознесет нас на вершины глубочайших отношений с нашим Спасителем. Эта свобода поможет нам увидеть то, что без нее никогда мы не могли увидеть. шанс использованный у Бога имеет вечные последствия. Аминь. Давайте мы помолимся. Небесный Отец, мы искренне благодарны Тебе за особые минуты близости, которые Ты нам подарил. Мы искренне благодарны Тебе за то, что Ты, любя нас, всегда направляешь нас на путь правды. Ты в жизнь нашу посылаешь массу возможностей, так называемых шансов быть людьми веры, быть людьми посвящения, быть людьми отношений. Отчим, мы хотели бы быть такими, как Амрам и Ахаведа, видеть Христа грядущего, спасение несовершенное, несовершившееся, но вера, взирая на то, что Ты воздашь обязательно благословением, не зная каким, мы безмерно благодарны Тебе и за Слово Божье. Оно открывает нам величие и красоту Твоего характера. Будь среди нас Отец Небесный, молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.